10 мифов об исламе в России С момента распада Советского Союза исламский призыв стал распространяться на землях России и СНГ открыто. На пути дауата возникли препятствия в виде многочисленных штампов и мифов. Их цель – очернить ислам в глазах простого обывателя и затруднить для людей понимание истины и ее принятия. Сегодня мы постараемся разоблачить наиболее вредные и ложные представления в русскоязычном пространстве об исламе. Первый миф. Ислам – религия, чуждая для народов России, импортированная извне. На самом деле мусульмане на территории современной Российской Федерации проживают дольше, чем православные. В Южном Дагестане многие приняли ислам еще в 7 веке, спустя небольшой период после смерти пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и да приветствует. В Поволжье предки татар официально приняли ислам в 922 году, за полвека до принятия царем Владимиром христианства. Миф второй. Ислам навязывался народам насильно. Этот тезис противоречит Корану. Аллах Всевышний сказал, нет принуждения в религии, прямой путь уже отличился от заблуждения. Этот аят последнего откровения дает явный ответ на обвинения нечестных историков и псевдоэкспертов. Третий миф. Ислам – религия мира. Отчасти этот тезис правильный, однако, несколько иной интерпретация. Это религия мира с Богом, но ни в коем случае не пацифизм. А миру ислам предлагает мир под сенью веры в Бога и следование его закону. Если же люди отворачиваются и творят несправедливость, то в этом случае ислам протягивает руку помощи угнетенным и слабым, а также ведет войну за установление справедливости на земле. И согласно достоверным хадисам пророка, саллиллаху алейху ассалям, джихад продлится до судного дня. И Всевышний Аллах говорит в Коране, «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия не будет полностью, полностью посвящена лишь Аллаху одному». Четвертый миф. Ислам – это культура. На самом деле, практически нет более лживого метода борьбы с исламом, чем сведение этой живой традиции, связывающей человека с вечно живым Аллахом к мертвой традиции и культуре. Культура является врагом подлинного религиозного духа, поскольку является предметом восхищения в музеях, но никак не используется в реальной человеческой жизни. Можно рассмотреть здесь три случая из истории мусульман. Первый – это действия праведного халифа Аумара ибн-аль-Хаттаба, «Да будет доволен им Аллах», когда он завоевал земли персов. Мусульмане нашли там различные книги, их было множество. И они посоветовались с Аумаром относительно них. И он приказал сжечь их и сказал свои великие слова. Если в них есть указания на прямой путь, то Аллах уже повел нас по более прямому пути. А если же в них заблуждение, то достаточно нам Аллаха. И все эти книги были сожжены или же брошены в воду. Второй случай – это когда аббаситский правитель Харун-ар-Рашид попытался разрушить дворец Текекисра, но не смог этого сделать, к сожалению. Халиф Макмун после него также пытался уничтожить египетские пирамиды и также не смог сделать этого. Миф номер пять. Ислам угнетает женщину. Нет более отвратительного штампа, чем этот. Мусульмане чтят своих матерей больше всех остальных людей, за исключением личности пророка Мухаммада. Саллиллаху алейхи вассалям. Также Ислам заповедует относиться хорошо к женам. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Самые лучшие из вас те, кто лучше других, относятся к своим женам». И этот хадис передал имам Ахмад. «Человек, заботившийся о двух девочках до тех пор, пока они не повзрослели, окажется в день воскресения столь же близким ко мне, как и два этих». И, сказав это, он соединил между собой свои пальцы. Субханаллах. Шестой миф. Ислам считает представителей иудаизма и христианства верующими. Согласно Исламу, верующими являются только те, кто уверовал в Аллаха, в его ангелов, в его писания, в его пророков, в судный день, в предопределение с его добром и злом. И это есть знание от Всевышнего. Если человек не признает Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует как пророка, как того, кого послал Аллах, то значит он является неверующим. Поскольку Всевышний, Аллах, назвал разделение между Аллахом и его посланниками неверием, так же, как и признание части Писания и отвержение другой части. Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и его посланников, хотят различить между Аллахом и его посланниками и говорят, «Мы веруем в одних и не веруем в других», и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. «Мы приготовили для неверующих унизительные мучения». Субханаллах. Тот, кто отрицает хотя бы одну букву из Корана, становится неверующим, обреченным на вечные мучения в аду. Седьмой миф. Мусульмане делятся на шиитов и суннитов, подобно тому, как делятся христиане на католиков и православных. И это, безусловно, ошибочное воззрение, поскольку ислам – это суннизм, если хотите, назовем его мейнстримом, тогда как шиизм является маргинальной сектой, и, по сути, это есть ответвление от истинного ислама. Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее он сообщит им о том, что они совершали. Восьмой миф. Согласно исламу, человек создан для счастья. Счастье является аморфной категорией, которая на самом деле не соответствует цели создания человека и мира. Аллах создал человека для поклонения. Я сотворил людей и джинов только лишь для того, чтобы они поклонялись мне. Тот, кто сотворил жизнь и смерть, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный, прощающий. Девятый миф. Русские, принявшие ислам, должны изменить свои русскости, чтобы быть полноценными мусульманами. На самом деле это заблуждение, поскольку ислам — это содержание ума и сердца, а не цвет кожи и язык общения. Русский мусульманин может поддерживать связь со своими родными, может находиться в русскоязычной матрице и при этом быть мусульманином. Ислам не переводит человека из одного этноса в другой. Эта религия настаивает на том, что есть по большому счету всего лишь две сущности, две нации. Это нация верующих и нация неверующих, как сказал об этом Аллах Всевышний в Кур'ане. Неверующие являются помощниками и друзьями друг к другу. И если вы не будете поступать таким образом, если верующие не будут помощниками и друзьями друг к другу, то на земле возникнут смута и великое беззаконие. Абу Надра рассказывал, поведал мне тот, кто слышал проповедь посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И это было в Мине во время прощального хаджа. И он сказал, саллиллаху алейхи вассалям, «О люди, поистине ваш Господь один, и ваш праотец один, и нет превосходства у араба над неарабом, так же, как нет превосходства белого человека над черным и черного над белым». Превосходство одних людей над другими может быть лишь в богобоязненности. «И довел ли я до вас это?» спросил он, саллиллаху алейхи вассалям. И тогда они сказали, довел. «Позже присутствующие известят об этом тех, кто отсутствовал», сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Десятый миф. Коран представляет собой переписанную Библию, которая адаптирована для арабов. Для любого, кто может, для любого, кто удосужился прочитать Коран или перевод его, хотя бы частично, то ему станет ясно, что это суверенная книга, которая исправляет те искажения, которые были введены в Библию. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был неграмотным человеком, и он не мог познакомиться с текстами предшествующих Писаний. Те, которые последуют за посланником Мухаммадом, неграмотным, не умеющим читать и писать пророкам, запись о котором они найдут в Торе и в Инжиле, то есть в Евангелии, он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное. Он не выступал как ученик иудеев и христиан. Напротив, он призывал их последовать за собой, принять ислам. Ему принадлежали следующие слова. Даже если бы Муса, то есть Моисей, был сегодня жив, ему бы не оставалось бы ничего, кроме как последовать за мной, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Во время своего второго пришествия пророк Аиса, мир ему, библейский Иисус, он присоединится к исламской умме и будет сверять и действовать в соответствии с шариатом Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Есть и другие мифы, которые мы разоблачаем и будем разоблачать с дозволения Аллаха, ведь Всевышний Аллах не спасал нашу религию для того, чтобы вывести людей из мракозаблуждения к свету истины. Субтитры создавал DimaTorzok